Совсем скоро в фосмофобии выйдет крупное обновление, в котором переработают много вещей, которые уже есть в игре, и добавят кучу всего нового. В основном будет затронута система прогрессии, прокачки уровней и зарабатывания денег, но помимо этого также добавят кучу новых всяких предметов. И про всё это я хотел бы вот рассказать в этом видео. В протяжении трёх прошедших вот месяцев разработчики постоянно выпускали development preview, так называемое. Вот это вот одно из первых development preview. В них они рассказывали конкретно о вещах, которые добавят новые обновления. То есть это официальная вся информация, и я постарался собрать всё, что нам известно, и своим человеческим языком вам объяснить, как это всё будет работать. Скорее всего, видос будет длинный, поэтому там, ну, чай, кофе, чё, кто хочет. Итак, я постараюсь всё сделать в хронологическом порядке, но не совсем в таком, как разработчики нам это дали. То есть не по порядку вот development preview, а, скажем так, от момента вот, когда вы, допустим, только зайдёте в игру после нового обновления. И вот как раз-таки в первом development preview, несмотря на то, что тут номер 8, это, ну, просто ещё и у предыдущих обновлений они выпускали development preview. Вот это первое development preview, в котором они затронули тему нового обновления. И сначала я пройдусь по всяким глобальным изменениям, а уже потом расскажу про предметы, потому что они также рассказали про кучу всяких предметов. Как только вы зайдёте в игру после обновления, у вас сбросится уровень. Хочу также отметить, что это development preview было опубликовано 25 апреля, как и, в общем-то, другие многие. Я буду говорить про вещи, в которых я, ну, не совсем уверен, потому что в каждом development preview они писали вот что. Work in progress, то есть оно может измениться до самого обновления. И обновление должно выйти было в июле, в середине июля. Вот тут вот мы можем это увидеть, то, что вот написано progression 1, ну, то есть первая часть этого обновления, он называется progression update. Вот, progression 2.0, точнее. Первая часть должна была выйти в июле, но разработчики сказали, что мы хотим там кое-что доработать, всё такое, вот. Поэтому, типа, ну, подожди немножко, вот, и перенесли на середину августа. Поэтому я ещё вот, когда они рассказывали про эту новость с переносом, предположил, что, может быть, они не сбросят сразу моментально уровни. Хотя, конечно, может всё-таки и сбросят, но вот изначально просто это было именно сказано так, что вы просто заходите в игру, у вас всё, у вас ноль уровней. Но вам даётся вот эта штука, про которую я сейчас расскажу, вот одну секунду просто пояснить хочу. Может быть, они дадут возможность вам оставить свой уровень, вот, но по нажатию кнопки одной, вот, если вы захотите, вы, ну, там, скажем так, перейдёте уже в эту вот систему, да, прогрессии, да, типа, вы получите первый престиж, вот эта вот штука вам откроется, и всё, и начнёте дальше. Но если вы хотите, если вам там важно, допустим, вы там прокачали какой-то, не пойми какой вообще уровень, там, несколько тысяч, и красивое у вас число, вот, то, может быть, они дадут вам возможность его оставить. Хотя, конечно, в этом смысла не особо-то много, вот, потому что... Но, ладно, всё, хватит тут этих размышлений, там, что да как, потому что это всё выдумки, как бы, да, официально вот что известно. Итак, как только вы зайдёте в игру, значит, у вас не просто, ну, у вас не сбросится, как бы, многие такие паникуют, типа, блин, всё, не будет денег, не будет уровня, что за прикол, разрабы, вы чё, офигели? На самом деле нет, смотрите, у вас, вам дастся сразу же первый престиж. В отличие от других людей, которые впервые зайдут в игру, вам не нужно будет сейчас прокачиваться и открывать всё заново. То есть, все карты, все предметы, всё у вас будет уже открыто. За исключением тиров, то есть, тир 1, тир 2, тир 3 предметы, это чуть позже, опять-таки, затронем эту тему, потому что оно будет с каждым престижем отдельно прокачиваться. Ну, это такая вот система прогрессии будет в игру добавлена. И, на самом деле, это круто, потому что это создаёт баланс и вообще, в принципе, ну, есть смысл, как бы, постоянно что-то как-то делать, зарабатывать деньги там вот и прокачиваться. Итак, вы зашли, у вас сбросился весь уровень, вам выдали первый престиж и, как награду, вам также выдадут возможность выбрать себе патч на руку. Вот здесь вот написано, что он будет отображаться на руке персонажа. Очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть, потому что до этого, ну, как бы, вы могли просто выбрать скин персонажа, теперь же, видимо, прям в самой игре будет видно, кто из вас блатной, кто нет. Вот. Ну, и, собственно, здесь написано, какие уровни вам нужны для того, чтобы получить каждую из вот этих вот штук. И, конечно, тут есть 15 тысяч, типа, ну, да, как бы много, но, с другой стороны, зато тем, кто реально прям жёстко задротил, ну, или просто фармил, есть и такие. В общем, дадут возможность, так сказать, получить награду за свои тоже усилия, несмотря на то, что они там даже, может, переплюнули вообще в разы. А, ну, вот эти вот тысячи уровней, две тысячи там нафармили прям или просто набрали там 15 тысяч, вот. И, как бы, смотрите, сначала, ну, идут цвета, то есть вам можно будет вот тут выбрать цвет своего этого патча. Потом текстура, ну, или типа бэкграунд, да, задний фон. Вот тут тоже они абсолютно разные есть, ну, и в конце вам можно будет выбрать вот какие-то икон, которые вот будут вот так вот отображаться по бокам. Например, вот отпечатки рук, там череп. Короче, на самом деле отпечатки рук очень классно выглядят. Ну, и вот это вот очень классно выглядит тоже. И хотелось бы, конечно, мне тоже такое получить, но уже не получу. Ну, в общем, на этом, в принципе, вот с этой штукой, то есть вы зашли в игру, это, по сути, всё, что вы получите. И дальше уже будете прокачиваться, как обычно. Теперь давайте перейдём немного дальше. Значит, в одном и следующем, а, прям в следующем даже development preview разработчики также рассказали про карту обновлений. То есть у них есть вот такая вот карта обновлений. Ну, они нам, точнее, показали, для нас сделали, да, чтобы мы понимали, где, когда, какое обновление они планируют. Это тоже интересная тема, я думаю, стоит затронуть, потому что нынешнее обновление будет выходить по этапу. Не сразу, как бы целиком они выкатят и потом жди, сколько, там, я не знаю, сколько до следующего вот обновления, которое они планируют. Вот это Horror 2.0 Update. А будет, как бы, в несколько этапов. Вторая часть обновления выйдет в третьем квартале 2023 года, и в четвёртом квартале третья часть, как бы, финальная, выйдет вот этого Progression 2 Update. Итак, здесь, впрочем, всё, о чём мы сегодня поговорим, было затронуто. Ну, да, то есть было написано вот тут вот. Progression 2 добавит новое задание, новое опциональное задание, то есть которое вы вот в самой игре получаете, да, там, типа, сфотографировать призрака. Его не обязательно выполнять, но можно ради лишних там денег. Новая экипировка, то есть новый, короче, предмет добавит. Вот, вообще прям новый предмет. Не просто тир предмета, да, который уже существует, а именно новый предмет, саунд-рекордер, то есть диктофон, судя по-другому. Также какая-то новая улика и улучшение фотографий. То есть, видимо, как бы, то, за что раньше мы многие любили получать деньги за фотографии, да, пофоткать всё подряд за это реально давалось много денег, скорее всего, они вернут былую славу фотокамерам. Ну и в третьей части новые модельки персонажей, анимации, улучшение камер наблюдения. Хотя, кстати говоря, затронем тоже, потому что в последнем development preview они рассказали про новые камеры. Может быть, опять, поскольку это всё work in progress, то есть, да, типа, не обязательно. Сейчас всё сохранилось точно так же. Возможно, то, что они имели в виду вот здесь, в третьей части, что они хотели, как бы, нам предоставить, возможно, оно уже выйдет с этим обновлением. Ну и кастомизация персонажа. А потом выйдет хоррор 2.0. Многие ждут там нового призрака, но на самом деле здесь ничего про призрака особо не написано. Но, надеюсь, всё-таки, что всё равно будет. Ну и, собственно говоря, по поводу карты обновлений вот этого, тут больше нечего разбирать. И давайте перейдём теперь к системе прогрессии. Итак, значит, каким образом будет всё это работать? Смотрите, теперь, хотя мне казалось какое-то время, что и сейчас так, до обновления, но, видимо, немного не так. Ну, короче, деньги и опыт теперь привязаны. То есть 100 долларов, 100 опытов, 1000 долларов, 1000 опытов. Ну и вот, как и здесь, собственно говоря, да? Вот. Но теперь вы будете получать гораздо больше денег. У меня про каждый из этих development preview выходил отдельный ролик, но я, несмотря на то, что они есть, постараюсь в этом. Каждая также подробно прям раскрыть. Вот. Не меньше, чем в тех видео. Итак, посмотрите на вот это. Тут написано 100 долларов за правильное определение призрака. И perfect investigation bonus, то есть эта штука, возможно, вы, не знаю, замечали, не замечали, но бонус за расследование есть. Вот. Он дается вам, когда вы выполняете задание, определяете, естественно, призрака, это обязательно тоже. Находите кость, например. Вам дается еще бонус. Типа за то, что вы не просто вот пришли, определили призрака, уехали. Или просто приехали и уехали. А за то, что вы реально провели расследование, выполнили задание и там нашли кость, допустим, да? И здесь он 185 долларов. И, внимание, в итоге вот здесь вот на скриншоте CJ получил 1205 долларов с множителем награды X3. Вот здесь вот написано. То есть, как на уровне сложности профессионал. Собственно говоря, деньги, денег будет намного больше. Опять-таки, я в том еще видео про этот development preview конкретно говорил, что неизвестно, какая это карта, может, это Sunny Meadows, но даже путь от Sunny Meadows, типа, да, на котором был бонус за правильное определение призрака 50 долларов, в любом случае здесь он больше, уже там не было Perfect Investigation бонус. Точнее, ну, он был, но он был гораздо меньше. И теперь это все, скорее всего, будет немного по-другому работать. Я там предполагал, что, возможно, за каждое задание вам бонус за определение призрака еще больше дается. А возможно, в принципе, возможно, он просто, они просто переработали, вот у меня сейчас мысли, переработали бонус за правильное определение призрака, точнее, не перерабатывали, но переработали, точнее, переработали, но, блядь, оно не зависит, короче, от заданий. Но вот Investigation бонус, бонус за расследование, зависит, зависит, стал намного сильнее. И то есть, именно за счет вот этого, как бы, смотрите, у нас тут, получается, плюс еще 185 долларов, которую умножится на 3, это как бы дофига. Вот, ну и, соответственно, прикиньте, сколько можно будет там заработать на безумии. Или вообще на апокалипсисе все последнем. Это как бы, ну, добрый вечер, это очень много. Поэтому разработчики будут давать нам много денег. И они нам потребуются, потому что будут разные тиры предметов, которые нужно будет покупать за день. Но об этом чуть позже. Итак, дальше, левелинг и престижинг. Итак, вы можете прокачать престиж после того, как вы апгрейдитесь до сотого уровня персонажа. У вас там, вот, скажем, допустим, вы впервые зайдете в игру после обновы, да, вы прокачаете сотый уровень, у вас появится кнопка сбросить все и, типа, вот, получить, короче, первый престиж себе. Также в рамках вот этих вот ста первых уровней вам будут открываться разные тиры предметов. То есть, по-моему, на двадцатом уровне открывается второй тир предметов, там, на каком-то там еще, короче, третий тир. Об этом тоже я чуть позже подробнее разберу, оно тут было в девелопмент превью, рассказано про это. Это не так просто, как звучит, потому что раньше, вот, для нас, да, типа, сто уровней это что? Это херня полная, это вообще ни о чем бы, да, вот, скажем, вот, 1205 XP мы заработали, да, вот, за такую вот игру было бы. Это было бы у нас уже сколько? Мы бы 10 уровней прокачали. Но в новом обновлении они немножко это все переработали, потому что с каждым уровнем у вас возрастает и количество XP, которое вам нужно для прокачки этого уровня. То есть, например, вот как тут написано, вам нужно 100 XP, чтобы с первого левела до второго подняться, но чтобы с 99 до сотого, 5 тысяч XP, у меня аж заплитак языкается. Короче, 5 тысяч опыта, то есть это уже в 50 раз больше, вот, я математик. Но при этом, при всем, как здесь и написано, вы можете дальше продолжать прокачивать уровень до сотого. И вот тут вот в конце также написано, ну, типа, пояснение, максимальный уровень 999. Вот больше тысячного вы не прокачаетесь, скорее всего. Вот, то есть, если захотите, можете не получать престиж, у вас на сотом уровне все не остановит. Вот, интересно, правда, будет ли какая-нибудь дополнительная награда людям, которые, там, вот, скажем, будут не на сотом уровне сбрасывать каждый престиж, а на 999. Это было бы потому что резонно. Ну и, естественно, за каждый престиж вам будут даваться всякие различные награды. Тут вот написано, вы будете получать дополнительный слот в инвентаре. Ну, точнее, как сказать, это, loadout слот, да? То есть, как вот в магазине, где вы предметы складываете, да, и создаете пресет. Какие предметы, вот, вы хотите добавить. Вот, вот этот вот loadout слот вам дадутся в магазине. Короче, блядь, ну, типа, прикольно, но, скажем, там, у меня будет уже, там, я не знаю, допустим, 10 престиж, и чё, типа. У меня будет 10 этих слов, нафиг они мне нужны. Ну, короче, не самая важная вещь, но, впрочем-то, тут и все вещи остальные, они просто прикольные, они не супер какие-то крутые. Уникальный, короче, бейдж вам дастся. Новое название для, ну, new title for your ID card. То есть, ID card это вот эта вот штука, теперь она так называется, вот. Ну, в принципе, она и до этого, наверное, так называлась, но просто особо это как бы не играло роли. И новый патч на руку персонажа, да. Теперь они немножко всё перефразировали тут. Вот если вот раньше вот это вот, вот тут вот называлось вот это бейджем, то теперь бейдж, это вот эти вот, короче, кружки. Ну, опять-таки, прошло несколько месяцев с момента первого development preview и последнего, поэтому да, много чего, скорее всего, менялось. Ну, грубо говоря, вам будут даваться, короче, вот эти вот кружочки, о которых мы сейчас как раз-таки и поговорим. Вот, как-то всё будет выглядеть чуть поближе. Вот в этом development preview они уже рассказали. То есть, смотри, престиж бейдж, то есть за каждый престиж вам будет даваться вот такой вот бейдж дополнительный. Вот, и также специальный бейдж, который вам будет даваться за какие-то достижения. Ну, и ID-карт тема, то есть вот типа либо оранжевую, скажем, вот он может выбрать, либо фиолет. Ну, и я думаю, ещё какие-то должны быть, вряд ли два цвета только будет, да. Вот, собственно, поближе, как выглядит этот престиж. Вот, допустим, level 100, престиж, и видишь, нужно больше... Почему 5513 опыта нужно? А, нет, почему 5513 опыта именно нужно? Почему такое неровное какое-то некрасивое число? Я только сейчас обратил внимание, но ладно. Также здесь будет отображаться платформа, на которой вы играете, то есть вот в данном случае Steam, потому что выйдет фазма на консоли. Но, опять-таки, это не про выход фазмы на консоли видео, но просто. Примерно вместе с обновлением выйдет фазма на консоли. И будет кросс-платформинг. Как вы сможете играть с другими людьми из других платформ. Ну, и тут ещё помелче. Они написали, что они переработали вот эту вот полоску прогрессии. Она теперь немного по-другому выглядит. Я даже не замечал. По мне она как будто так же выглядит. Не знаю, что переработано, но что-то было... Короче, написано, что они что-то там переработали. Типа длину, ширину, цвет и всё такое. Наверное, имеется в виду по сравнению... Наверное, тут оно уже тоже переработано было. Просто они сказали по сравнению с тем, что мы имеем в данной версии игры. Но оно и понятно, оно тут будет изменено. Ну, и, собственно говоря, вот так вот это всё выглядит, да. Ну, и по поводу вот этого, по-моему, я не сказал до конца. Специальные бейджи, что они... Ну, за что они будут даваться. Тут вот написано, что типа где-то тут... Короче, как художник по тут бейджи. То есть тут будет либо, короче, всяким ютуберам там даваться, да, бейджи. Разработчикам. Ну, и, наверное, за что-то ещё. Не знаю, может там кто-то когда-то поставит рекорд какой-то в фазме, там, который в книгу рекордов Гиннеса, да, и тут появится бейдж. Спасибо большое. Вот. Ну, впрочем, да. Ну, и давайте потихоньку переходить уже к предметам. Вы постоянно видели вот тут мельком, что каждое development preview, которое я открываю, там какие-то предметы, что-то нарисованы новые, да, показаны скриншоты. Вот, потому что в каждом development preview они рассказывали про новые предметы. Итак, каким образом будет выглядеть тиры этих предметов? Собственно, вот такое вот окно. Опять-таки, возможно, оно переработается, но, в принципе, ну, сам смысл тут понятен. Здесь написано requirements. Почему-то level 58. Возможно, каждый предмет, ну, следующего тира, допустим, тир 3 или тир 2, будет требовать разный уровень. А возможно, допустим, они изначально будут все требовать один уровень, но по мере прокачки, как бы, то есть, допустим, чтобы прокачать просто вот у тебя все предметы тир 1 уровня, да, и типа, чтобы прокачаться до тир 2, тебе нужно там поднять вот как сколько здесь написано, да, 20 уровней. Типа, ты прокачиваешь, там, ЭМП до тир 2, допустим, и в следующий раз, чтобы тебе, допустим, уже лазерный проектор до тир 2 прокачать, тебе нужно будет уже не 20 уровней, соответственно, а, не знаю, 21, например, да, или 25. Поэтому, не знаю, а может быть, может быть, всегда будет нужно именно 58 уровней, чтобы прокачать третий тир, но, странно, не знаю, почему, почему именно 58? Почему тогда не 57? Ну, ладно. Также здесь написано, что все предметы будут стоить одинаково, вне зависимости от тира. Тут, на примере, привели ЭМП, да, то есть, детектор ЭМП, например, будет стоить 45 долларов, вне зависимости от тира. Но, опять же, это 12 мая было выпущено вот это вот Development Preview, возможно, что-то поменяется, потому что, типа, ну, блядь, логично, что там, я не знаю, какая-нибудь херня полная стоит дешево, и понятно, почему она стоит дешево. Но, вот, тир третьего вещь уже, да, это, к примеру, с видеокамерами, если разобрать, да, вот, как раз-таки, последний Development Preview, который они выпускали. Понятное дело, что вот это вот старье будет гораздо дешевле, чем вот это. Может быть, все-таки они это поменяют, а может и нет. Ну, в любом случае, я не думаю, что там такая бы огромная прям разница в цене будет, что сдурнеть можно. Вот, ну и здесь, опять же, написано, что 20 уровень, и вам нужны будут деньги. Апгрейд будет не бесплатный, чтобы вы прокачали вот уровень, и бац, вам нужно будет заплатить деньги за апгрейд. То есть, типа, вот бац, и заплатить, типа, деньги, и тир 2 у вас прокачается. Также вы можете каждый раз выбирать, какого тира предмета вы захотите добавить к себе в лодаут. То есть, взять с собой на задание, короче. Вот, то есть, вы можете взять там, если даже у вас есть разных тиров предмета, допустим, взять там MP, не знаю, первого тира, если захотите, или второго, или третьего. Короче, все это можете выбирать. Вот, ну, тут как бы понятно. Ну, и на примере давайте вот сразу MP разберем, тиры вот эти вот. То есть, смотрите, я вкратце сейчас, чуть подробнее я потом расскажу. Ну, вот, допустим, MP первого тира плохое. MP второго тира примерно такой же, как у нас сейчас имеется, но оно, правда, немножко по-другому вроде как работает. Вот, про MP я четко не помню, чуть позже, когда будем подробно разбирать, расскажу. Ну, и MP третьего уровня самое крутое, которое вообще супер, видишь, функционально из разных точек может MP ловить. Электромагнитные эти ваши волны, вот. Ну, и то есть, вот, у вас изначально будет такое. Захотите, заплатите денег, прокачайте уровень, прокачайтесь до тир 2. Соответственно, захотите еще сильнее себе, круче. Прокачайте уровень, накопите денег и получите тир 3. В чем главное отличие от нынешней системы экономики? Вам нужно будет теперь реально откладывать и копить деньги, чтобы прокачивать эти тиры, поскольку для них, ну, для их прокачки нужно будет не только уровни, а еще и деньги. Поэтому вас, как бы, подтолкнут на то, чтобы выполнять задание, проводить хорошее расследование, правильно определять призрака и не умирать, не тратить предмет. То есть, нужно будет теперь с умом подходить к... И еще более резонно будет не нажимать кнопку «Закупить все», как я давно уже совет всем подряд, кто хочет побольше денег иметь в фазме, не нажимать кнопку «Закупить все», которая там стоит 2,5 тысячи в этой обнове, я уверен, оно будет дороже гораздо, вот. А по отдельности покупать все, что вам нужно, потому что есть такие вещи, как, например, камера на голову. Ну, кстати, говорят, с другой стороны, интересно, как оно переработано, вот, какой будет новая камера на голову, как она будет выглядеть. Но есть и хорошая новость. Смотрите, в одном из development preview разработчики рассказали про соль. Значит, теперь в игре есть предметы расходные, вот, которые расходуются просто, и вам не нужно будет заново покупать, как бы, этот предмет, а, грубо говоря, просто пополнить. То есть, типа, допустим, вот соль, вы, как бы, высыпите все из банки, вам нужно будет, соответственно, заново покупать. То есть, грубо говоря, проще пример приведу, потому что что-то какую-то херню сейчас полную сказал, как будто, ну, ничего не понятно, просто вот, например, взять АМП, да, вы берете АМП с собой на задание, вы им попользовались, вы уезжаете с задания, и, типа, и что с ним случится? Что, она сломалась, перегрелась или что? Нет, с ним ничего не случится, вам не нужно. Но если вы возьмете соль, пойдете на задание, высыпите всю соль из банки, и, как бы, уедете, то логично, что у вас соль закончилась. Вам нужно будет ее пополнять. Но за счет, как бы, этого вам не нужно будет, короче, грубо говоря, много денег тратить. Хотя я сейчас понял, что я изначально мысль свою как-то по-еблански построил. Я сказал, что как будто это сэкономит вам денег, хотя факту ведь нет. Ай, хуй его знает, что я там имел в виду, короче, ладно, насрать. Ну и, собственно говоря, это все. То есть теперь благовония, например, будут расходными материалами, вы просто их сжигаете, нахер все, вам нужно новое покупать. За счет чего, кстати, они будут дороже, и, в принципе, оно стоит того, потому что благовония самый полезный предмет в игре. Ну, по крайней мере, на данный момент, да. Хотя соль тоже очень полезна, я попозже расскажу. Ну и давайте, наконец-то, когда разобрали все вот это вот, вот это вот, мы перейдем к самим предметам. Итак, давайте вот начнем с лазерного проектора, например. Я буду говорить своими словами. Я не буду перечитывать каждый из вот этих, потому что, ну, иначе еще дольше тут все затянется, если я буду читать, а потом, блядь, и своими словами объяснять. Поэтому просто своими словами. Значит, первый тир лазерного проектора, просто фонарик, грубо говоря, который светит вот этими точками, и вам нужно посветить в нужное место, чтобы увидеть вот как здесь, собственно говоря, модельку призрака, которая бежит. Все. Он, как вы видите, слабый, не особо большого, как бы, не особо сильно освещает, но вот что есть, то есть. Тир 2 примерно то же самое, что и у нас имеется на данный момент, лазерка. Но есть одно отличие. Правда, оно заключается не в самом тир 2 лазерном проекторе. Оно заключается, в принципе, в том, как они переработали лазерку. Но об этом я расскажу после тир 3, потому что тир 3 — это имбовая вещь вообще. Посмотрите, как оно выглядит. Вы вешаете его на стену, и он крутится, вертится туда-сюда. И, грубо говоря, он освещает всю комнату. Реально вещь, которая стоит своих денег теперь. То есть вот так. И, на самом деле, я вот сейчас так задумался, типа, а что делать, например, таким людям, как я? Вот выходит, ну, куча-куча всего, а я играю в основном, типа, либо с одной уликой, либо без улик. Потому что, ну, просто там больше награду дают. Но, на самом деле, я сейчас вот об этом задумался. Просто такой, бля, жалко, что я это не буду использовать особо часто в игре. Но, на самом деле, помимо ведь лазерки, есть еще и другие предметы, например, как соль. Об этом я, опять-таки, чуть позже расскажу. Ну, вот она реально будет очень полезна для игры вне... для игры без улик. Так же, как я уверен, и многие-многие другие предметы. Ну, и давайте про лазерку, что я и обещал, в общем-то, расскажу. Теперь лазерный проектор — это не просто скрипт, который срабатывает, если призрак рядом. То есть раньше как оно было? Раньше призрак проходит рядом, и вот, допустим, у него есть вероятность потрогать дверь, да? Игра такая, типа, потрогай дверь. Он такой, окей, все. То есть, бац, скрипт сработал, он дверь потрогал. Лазерка точно таким же образом, то есть, типа, работала призрак, просто идет, и игра ему такая, сделай взаимодействие. Он такой, хорошо, бля, что рядом? Двери нет, окна нет, предмета нет, чтобы кинуть. О, лазерка! Давай-ка я взаимодействие с лазеркой устрою. Он взаимодействует, и рандомная, как бы, анимация пробегающего призрака. Теперь анимация — это будет, короче, моделька, прям персонажа. То есть оно теперь работает так, как и должно. Точнее, не персонажа, а призрака. То есть, если призрак там пройдет, появится там лазерка. Он не может пройти там, типа, и не появившись лазерка Хотя, может и может, может там, блядь, но тут, по крайней мере, про это ничего не написано Написано именно так И то есть, смотрите, если вы поставите, например, датчик движения, точнее, вот, и лазерку, соответственно И увидите, что призрак прошел по датчику движения, но не задел лазерку Ну, то есть, не было его в лазерке, но датчик движения загорелся Нету лазерки Пиздец, какая классная вещь, точно такая же с солью То есть, давайте уже, наконец-то, к этой соли перейдем Потому что я про нее, блядь, говорю и говорю Смотрите, как разработчики вот здесь и писали, типа, иногда попадаются нам комнаты В которых призрак вот просто не взаимодействует с чем-либо, чтобы дать нам отпечаток То есть, ну, типа, там нет, допустим, дверей Там нет окон в этой комнате, к примеру, подвал И он просто не хочет стучать в эти коробки, на которых остаются отпечатки рук Соль теперь и следы ног, отпечатки ног, теперь тоже улика И поэтому теперь эта улика называется не отпечатки, а ультрафиолетовая улика Про это чуть подробнее вот здесь вот будет рассказано И соль очень полезная для этого вещь Потому что если теперь призрак не взаимодействует нищим Не хочет вам никак давать возможность проверить его на наличие улики ультрафиолета То вы можете просто прийти, рассыпать соль Он потопает, вы увидите улику То есть, уже чувствуется, насколько больше вашего вклада в геймплей Разработчики добавят с этим обновлением И это пиздец как круто Потому что не будет теперь такого Ну, они максимально стараются сократить вот этот момент Когда ты просто, блядь, ходишь и не знаешь, что делать Потому что вот тебе попался душный призрак И ты с этим ничего не поделаешь Если у тебя нету только проклятого предмета И ты можешь там охоту вызвать, допустим И то, если ты, если это призрак, которого можно определить по охоте Вот, но если ты на безумии играешь, тебе попался душный призрак Все, ГГВП, собери свои яйца в кулак И сиди, терпи, жди Типа Теперь же вам добавят вот намного больше И то же самое с термометром, кстати Давайте вот следующим тогда термометр и разберем Потому что в этом плане они тоже добавили намного больше Вашего вклада в геймплей То есть, вашего влияния на игру Но давайте термометр попозже Вот сейчас соль Значит, смотрите Тир-1 соль Это опять такая же соль, как у нас и есть сейчас И тут они также подчеркнули, что Абака может также скрыть отпечатки Но, как и с руками, собственно, он может То есть, у Абака есть такая способность Что он, если потрогал дверь Потому что все остальные призраки, если у них есть отпечатки рук За исключением, если вы играете Ну вот, смотрите, короче, приведу такой пример просто Вот вы играете, допустим, на Кошмаре Две улики, да? И вам попался какой-нибудь Ханту У него обязательно будет одна минусовая И вторая, какая у него там У него отпечатки рук одна И третья, блядь, не помню какая Короче, насрать, да? Не важно По-моему, то ли записи в блокноте, то ли Что я забыл? Я забыл, короче, не помню А, призрачный огонек, походу Вот Ну, короче, не важно И, допустим, вам попался Ханту Который вот вам дал две улики Одну скрывает Скрывает, допустим, он отпечатки Соответственно, он отпечатки никогда не покажет Вот Но если вам попался Ханту Который скрывает не призрачный огонек Ой, не отпечатки, а призрачный огонек То есть он дает вам две улики Минусовую обязательно Потому что у него это обязательно улика И отпечатки И вы нашли эти отпечатки И дальше каждый раз, когда он будет трогать дверь, он всегда оставит отпечатки Только если вы в специальных настройках сложности не изменили этот параметр Потому что если вы поищете, там есть параметр вероятность оставления отпечатков На всех сложностях она максимальная, 100%, даже на безумии Но Абака на это насрать Несмотря на то, что он всегда будет отпечатки оставлять, он может их скрыть То есть он может, вот вы, допустим, в начале игры нашли отпечаток Да, опять же, играете на безумии или на кошмаре, вы нашли отпечатки Он потрогал дверь, вы увидели, он потрогал дверь, вы увидели, он постучал в окно, вы не увидели Да, или другую дверь потрогал, или ту же самую даже, вы тоже не увидели Или отпечаток сам не поменялся Точно так же, короче, с солью превратился видос в гайд на Абака Ну, ладно Но, правда, здесь ничего не написано про шестипалые отпечатки Потому что у Абака есть еще одна способность оставить отпечаток шести пальцами Вот, шестью пальцами, точнее, да, вместо пяти Будет ли такое что-то с ногами? Наверное, нет, не знаю А может и да, может и будет, кто его знает Вот, может три ноги оставит вместо двух короче ладно ну и собственно тут также написано про тир-1 что вы можете только две кучки соли положить за одну канистру то есть три канистры можете взять с собой вот и две только кучки соли потом это то есть в остальном это все то же самое как и обычная соль да будет работать но естественно мираж не топать не будет топать соль вообще не будет мать вот блять мираж получается я щас задумался так мираж преемника бака что ли в или на или наоборот типа дальний рост не кабака в каком-то плане да но если в лор фазмы заглянуть когда-то же мираж наступал в соль но не оставлял отпечаток ну ладно тир-2 будет теперь контейнер с розовой гималайской солью короче он может с помощью этого контейнеров тир-2 да вы можете получается на рассыпать три кучки соли и смотрите как она выглядит ею очень удобно будет блокировать двери всякие проходы вот и соответственно призрак с большей вероятностью гораздо в нее наступит будет гораздо проще его подловить ну например там он вышел из комнаты идет обратно вы знаете это положили он сто процентов не и вы тут же понимаете есть у него отпечатки или нет вот ну и тир-3 это просто супер и мега имбовая вещь это тоже вот такая вот полоска но она работает у нее есть дополнительные кое-какие короче что если призрак вне охоты в нее наступит то она его оттолкнет назад то есть он не сможет выйти из комнаты если во время охоты он на нее наступит то он замедлится это просто капец если скажем я ну я не знаю это этом это просто взрыв мозга это можно применять бля в таких разных ситуациях что капец типа можно мансить от призрака очень легко убегать если там я не знаю его можно эту соль будет брать вместо благовония и просто типа ее рассыпать когда вы чувствуете что призрак вас уже догоняет вот и все ну или тупо рассыпать где надо я не знаю и чтобы было проще убегать от призрака тоже опять-таки рассыпать Просто на выходах из комнаты, да, где-нибудь К примеру, если вы уже получили отпечатки, да И вам не обязательно это подальше чуть от комнаты Чтобы он в нее не наступил Вне охоты, и просто, если вам страшно Типа, да, вот начинается охота, вы убегаете У вас есть стопроцентная вероятность, что вы убежите Потому что он тупо замедлится Ну, тут прям видно, насколько он замедляется Чел просто без спринта от него спокойно отходит И все, вот, так что Вот такие пироги, короче, это Это соль, да, давайте перейдем теперь К термометру, хотел сказать Ну, давайте лучше к ультрафиолету Это заодно разберем, потому что, ну, мы там Когда соль разберяли, очень много также Про отпечатки вот говорили Сколько это все теперь одна улика, что отпечатки Рук на двери, окнах, каких-то Контейнерах, также и отпечатки ног На полу, и так, значит, основное Теперь изменение, смотрите, чел Убрал ультрафиолетовую палочку из рук И отпечатки остаются, то есть Теперь вы как бы ей, ну, просто вот Светите, и они какое-то время еще будут И чем больше тир, значит Отпечаточного фонаря Да, ультрафиолетового, тем, соответственно Дольше они будут сохраняться Ну и, собственно, тир 1, это вот неоновая палочка И как бы, когда вы убираете вот Оно совсем недолго, плюс Ну, на маленькое расстояние светит и все такое Тир 2, это ультрафиолетовый фонарик Как нынешний, и да, кстати, это еще Сделано так же для того, чтобы Вот, как и здесь показано, вы могли Фоткать теперь не просто пустую дверь И непонятно, что на фотке, но под фоткой Написано отпечатки рук, а реально будут видны Отпечатки рук, ну и плюс гораздо будет удобнее Это, естественно, все делать, вот, поскольку Они будут оставаться, впрочем, обычный ультрафиолетовый Фонарик, только дольше чуть-чуть остаются Отпечатки, ну и тир 3, это более мощный Фиолетовый фонарик, который, собственно говоря Дальше светит, больше светит И дольше остаются отпечатки Когда он, ну, на них посветит Ну и еще здесь было написано Это очень давнее development preview 19-го аж мая, вот про соль вышло недавно В июле, как раз таки, по-моему, в начале Или в июне, ну, в конце, не важно И даже здесь уже сразу было написано, что Вот соль, следы типа на одно Это теперь тоже отпечаток А, нет, здесь было, а нет, или было написано Не, вот здесь где-то было написано, ну да Короче, в общем, самое основное про ультрафиолет Это, это все Дальше, дальше, как раз таки, наконец-то Термометр, про который я так долго Хотел рассказать Итак, во-первых, тут много всякого Написано про техническую составляющую То, что теперь, типа, если вы В команде с тиммейтом У тиммейта пойдет, типа, это, дыхание Да, как бы, от холодной температуры То вы его тоже увидите То есть теперь это все синхронизировано И круто, и молодцы вообще Давайте к основным вещам Вот это вот самое дыхание Которое мы раньше получали от минусовой температуры Теперь будет не от минусовой А просто от 5-7 градусов То есть таким образом Вам проще будет определить комнату призрака По сути даже без термометра Вы сможете обнаружить, типа, где температура достаточно низкая Но минусовую саму Вы теперь сможете только с термометра обнаружить То есть, теперь в термометре реально есть смысл Он теперь полезен И есть разные тиры, соответственно Тир 1, это вот такая вот штука Он работает очень долго Ну, собственно, по нему и видно, да И очень медленно То есть вы, скорее всего, его будете использовать как блокнот Тут так и написано Ну, примерно, да Блокнот, про блокнот Что не написано, да Но я имею в виду в том плане Что вы его положите Пойдете по своим делам Через какое-то время вернетесь Посмотрите на температуру Да, там есть минусовая, нет минусового Тир 2 термометра выглядит как нынешний Но, чтобы им измерить температуру Вы теперь должны будете зажать кнопку И она будет измеряться Вы не будете теперь тупо ходить по дому И непонятно вообще откуда, что взялось Да, типа, потому что нынешний термометр Вообще ни хера не понятно, как работает Но он, его реально сложно понять Он не интуитивно понятен Вот это будет интуитивно понятно Вы зашли в комнату Зажали кнопку Поняли, поняли, сколько температур Все, пошли гулять Ну, или, соответственно, приносить там всякие предметы для улик Ну, и он, собственно, вот и все, да Как бы он более чуть-чуть точный, чем вот этот Но тут и понятно по визуалу, да Ну, и третий тир Он более еще точный в плане температуры То есть он прям вот реально точно измеряет Потому что, ну, типа, то есть разброс будет, короче, гораздо меньше Ну, и быстрее он сканирует, соответственно, температуру Вы зажимаете и смотрите вот сравнение здесь, например Раз, два, три, три, пять полоска То вот тут вот гораздо быстрее это все происходит То есть вы, грубо говоря, можете два раза сканировать на этом Пока вот тут вот сканируется Или даже три раза Пока тут один раз оно вот сканирует температуру Вот такие вот термометры Теперь давайте перейдем к детекторам ЭМП Итак, первый тир детектора ЭМП выглядит вот так Он неточный, он плохой Но если вы найдете ЭМП-5 То, короче, вам будет, в общем-то, понятно, что это ЭМП-5 Потому что, ну, он, типа, вот, как тут написано Он пойдет, вот, зайдет вот в эту красную зону То есть, ну, как бы, понятно будет, да То есть не будет таких моментов, что, типа, вдруг нам это все же ЭМП-4 То есть будет, короче, ясно Еще написано, что он тихий, не очень, ну, точный, как я, в общем-то, и сказал Ну и, собственно, вот так вот он выглядит Но, как по мне, стилевый и классно Прикольно будет с такой штукой побегать Тир-2 Это нынешний наш ЭМП Он более громкий Да, то есть по нему слышно понятно, какой там где ЭМП Он, соответственно, более точный То есть ЭМП-2, 3, 4, 5 может измерить Вот, ну и, да, кстати говоря, еще забыл сказать То, что вот этот вот, с вот этим термометром Человеческим языком, если объяснить Нужно близко прям подойти к предмету, чтобы получить от него ЭМП С этим чуть больше вот это расстояние Ну и с вот этим вот ЭМП вы можете, грубо говоря, чуть ли не, вот, как видите Не в центре комнаты тупо стоять И смотреть ЭМП Это Тир-3 С ним вы можете сразу три точки ЭМП находить Вот тут вот значение ЭМП То есть максимально точно Не просто там 2, 3 показывает 4 А прям 2,60, 2,61 И я еще тоже, когда видос снимал про это Development Preview И разбирал вот эти вот ЭМП-детекторы У меня появилась мысля такая смешная Что если там, я не знаю, какой-нибудь RaiDU, допустим Будет, ну, отличаться каким-то образом Или у какого-то другого призрака Будет способность, будет у него отличаться ЭМП То есть, скажем, там, допустим, если все призраки там более-менее будут Ну, если не ЭМП-5 оставлять То там, или, допустим, ЭМП-5 К примеру, да, если все призраки другие будут просто ЭМП-5 и 0 5 и 1, 5 и 3 там оставлять, да То RaiDU, к примеру, скажем, ЭМП-6 оставить Вот, ну или не ЭМП-6 Или там, я не знаю, 5-99, да Или какой-то другой призрак Который будет какие-то особенные значения давать Потому что с помощью этой штуки теперь их можно будет найти И было бы прикольная такая скрытая особенность у призрака какого-нибудь Ну, собственно говоря, он, естественно, на дальние дистанции работает Он сразу несколько точек может ловить Короче, это супер-мега-имбовая штука Переходим дальше Значит, видеокамеры Это вот последнее на данный момент девелопмент превью Но после видеокамер я еще направленный микрофон хочу разобрать Я просто решил сначала вот пройтись по предметам, которые дают улики Я буквально вот недавно записывал видос, да Там он вышел, скорее всего, вчера для вас или позавчера В общем, Тир-1 видеокамера Это вот такая вот старая побитая видеокамера С очень маленьким экранчиком, плохим качеством Оно еще отличается зеленым фильтром И на ней, естественно, сложно будет увидеть призрачный огонек Тир-2 видеокамера Это с немножко большим окном Чуть лучше качества Но по-прежнему, как бы, вот я еще в видосе говорил Что тут как будто очень темно То есть, вот, блин, нельзя на паузу поставить Но вот вы видите, когда мы смотрим на дверь гаража Видите, к краю экрана видеокамеры Темень просто начинается Ничего не видно То есть, тут основной фокус Основное освещение Нам, ну, более-менее светло Светло показывается Именно в центре видеокамеры Ну, а Тир-3 Это вот такая же То есть, здесь такое От этой проблемы избавились И везде светло Она, в принципе, сама по себе Выглядит как будто светлее И более, типа, лучшее качество Сам экран, главное, больше Вот, и с ним будет еще проще найти призрак Еще также Про Тир-1 и Тир-2 Не написали Будут ли они в этом плане отличаться Но Тир-3 будет чаться еще и тем Что во время появлений, короче, призраков Гост-авиенты, охоты или что-то такое Она будет меньше лагать Меньше глюч, да Меньше будет гличей Всяких помех и всего такого Вот здесь вот это вот написано Здесь же не написали Будет ли Тир-1 и Тир-2 отличаться В этом плане Возможно, они одинаково будут лагать А возможно, Тир-1 вообще будет ужасно Тир-2 хотя бы чуточку лучше Вот, не знаю Переходим дальше Три-потс То есть, штативы Итак, есть просто Тир-1 штатив Который, вот, нынешний Есть Тир-2 штатив Который вот тоже ставится Но вы еще, помимо всего Можете управлять камерой из грузовика То есть, поворачивать налево-направо Как вот здесь вот и показано С помощью стрелочек на мониторе И есть Тир-3 штатив Который точно с такой же функцией Но более устойчив И самое основное Почему вот про это стоит вообще рассказывать, да Почему, собственно, эти штативы заслуживают внимания Это не то, что они вот могут поворачиваться Там или что-то такое А потому что теперь призраки будут опаснее Немножко Потому что они смогут кидать видеокамеры То есть, они теперь могут Вот вы поставите видеокамеру, скажем Просто без штатива куда-то положите Призрак может взять ее, швырнуть И все, вы-таки приходите в фургон А камера уже херпами куда-то в стену смотрит И где вы там призрачный огонек увидите Вот И чтобы этого избежать Вам нужны будут штатив Но он может и штатив опрокинуть Если захочет, да Если там рядом пройдет Или что-то такое Вот, или во время охоты, скажем Но, опять же, чем лучше штатив Тиром Тем, соответственно, меньше вероятность Правда, про вторую штуку Про второй тир штатива Ничего не написано здесь Конкретно про его устойчивость Но про тир 3 написано конкретно И четко, что эту хрень Призрак практически Для него практически нереально опрокинут То есть, вы Ну, оно будет реально устойчиво Для этого нужны будут штативы Ну, собственно говоря Вот такие вот пироги С этими самыми штативами Ну, и последнее Это направленный микрофон Итак, тоже Основная такая вещь С направленным микрофоном связанная Тут написано, что Теперь направленный микрофон Будет идти вместе с наушниками Которые ваш персонаж Девать, чтобы слышать звуки Из этого направленного микрофона Интересно, как это будет все устроено Может быть, то есть Звуки, знаешь, из игры будут приглушаться И все остальные Вот вы четко будете слышать звуки Которые издает направленный микрофон Да, впрочем Тут так и написано Типа Вряд ли это просто для красоты написали То есть Так, вероятнее всего Теперь и будет Очень интересно Вот, то есть Вы достаете микрофон вас ну короче может как как от обезьяния лапки типа да будет приглушенная звук наиболее четко вы сможете соответственно слышать звуки которые издает сам направлен микрофон ну и вот tier 1 это вот такой вот маленький микрофончик вот tier 2 нынешний как у нас есть сейчас вот с видимо ну по точно такой же схеме скорее всего будет работать до типа ама а может и нибудь может быть может быть вот этот вот тир один будет приглашать здесь ничего про это уже не написано может и все будут приглушать но может плюс как раз таки новых тиров будет в том что там уже не наушники будут а типа просто из микрофона самого хотя логичнее было бы конечно с наушниками все равно чтобы отделять как бы звуки из игры от звуков направленный микрофон потому что есть такой звук опыта в направленный микрофон который призрак издает его иногда сложно отличить его вообще нереально отличить от просто игрового если вы особенно рядом где-то соли рассыпали и ждете вот пока призрак пошагает но собственно вот такой вот два направленный микрофон он типа Может чуть дальше звуки засекать На чуть большей дистанции Ну и у него есть дисплей Ну и Tier 3 это вот такая вот вещь Тут вообще есть радар На котором будет показано откуда звуки Это очень будет удобная вещь Я еще тоже в Development Preview опять-таки говорил Будет ли она интересно различать этажи Потому что было бы еще и круто На Sunny Middles каком-нибудь понимать Типа с первого этажа или со второго Но даже если без этого Вы теперь четко сможете понять Насколько далеко был звук И просто по этому радару взять и прийти На этот звук и понять где призрак И все То есть теперь скорее всего направленный микрофон Можно будет в самом начале вместо какого-нибудь термометра брать Кто использует термометр для поиска комнаты призрака Или вместо даже EMP Потому что это будет имба Ну если Tier 3 у вас есть Ну и он как бы тоже вот такой крутой Дисплей у него Он более там типа на дальше Хотя подожди-ка Про дистанцию как раз таки здесь ничего не говорится Вот Это тоже меня смутило Когда еще сам Development Preview Вот это разбирал в отдельном видео Про дистанцию То есть возможно такая же дистанция будет Ну даже если такая же дистанция Такая же Ну хотя дистанции тут как раз таки достаточно Что с обычным даже микрофоном Можно через всю карту по сути в принципе Услышать призрака Вот Ну короче да Даже если такая же как у Tier 2 Все равно вот этот дисплейчик Это просто имба Ну короче Ну вот такие пироги Как разработчики сказали Им нужно было Две дополнительные недели Тобы доработать обновление Потому что они хотят Крутым сразу вы мне сыры Надеюсь что у них все получится Надеюсь что там Нас еще какие-то штуки крутые ждут А нас по-любому Какие-то еще крутые штуки ждут Не все же они рассказали В Development Preview Было бы странно Если бы это все было Вот Я очень рад что они поделились Буду ждать еще следующих Вот Ну короче Спасибо всем за просмотр Надеюсь Теперь Вы все готовы Залетать в новое обновление Уверенностью блять С силами Ебашить этих призраков Как надо Вот И все Потому что Нужно освежить Как бы в памяти Да Че там будет Чтоб не потеряться Потом не охереть От количества предметов Спасибо Счастья Здоровья Любви Удачи Денег Всем пока